Здарова всем, ребята, Акента пока на проводе. И прямо сегодня у меня для вас очень важные новости. То, что банда хакеров атаковала Стэндов 2. Как бы это странно и провокационно не звучало, но так оно и есть. И я даже испытал эту атаку на себе. А, ща, подождите, подождите, меня дудосят, дудосят. Не, ну это, конечно, топовая тема. Я ща прям слышно напишу разрабов, ща, ща, тихонько. Скорее всего, вы не поняли, что произошло. Давайте ещё одно видео я вам покажу. Да, 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 всё, ребят, пошло-поехало, зашибись. Ха-ха-ха-ха-ха. Ну шо, пацаны, минус стендов получается, да? Итак, ребятки, вышло, что эти хакеры задудосили меня, а также задудосили Тик-Така и многих других стримеров. Что же это такое дудос? Простыми словами, когда вам отправляют или много сообщений, или много раз вас приглашают в лобби. И что вы понимали, сообщений насколько много, что они даже уже не отображаются, потому что их прям очень-очень много. И обычный человек в априори так сделать не может. Так могут сделать только хакеры при помощи специального софта. Для чего я снимаю данный видеоролик? Данный видеоролик я снимаю всего лишь с одной целью. Не, даже с двумя. Первая цель, это чтобы поднять хоть какой-то резонанс, дабы все знали, потому что говорится, осведомлён, вооружён. Вторая цель, это чтобы дать небольшой пинок под зад разработчикам, потому что нам очень сильно нужна ваша помощь. То, что я имею в виду, вы поймёте чуть позже. Ну а прямо сейчас я хотел бы рассказать вообще, как всё это происходило. Я сидел, стримил, всё было окей, и тут на тебе стендов начинает жёстко лагать, мне переходит миллион сообщений, и я не понимаю, в чем дело. Потом понимаю, что это ДОС АТАКА, потому что такая же самая ДОС АТАКА была у Тиктака. В начале я подумал то, что это один ютубер, он даже снимал видео по этому поводу. Я его позвал в Дискорд, я у него уточнил, и он говорит, не кентуха, это не я. Потом я начал рыть дальше. Дальше после этого я, конечно же, написал разработчикам, потому что, ребята, надо фиксить. И знаете, что мне разработчики написали? Да, как раз мы сейчас этим и занимаемся. Ребят, честно говоря, я им очень сильно признателен, вы большие молодцы. Ну, знаете, в чём основная проблема, и к чему я подвожу? Я подвожу к тому, что это проблема не читеров, это проблема не хакеров, это проблема самой игры. Я уже больше года прошу, чтобы добавили режим не беспокоить. Другие ютуберы также. Всем надоело ставить эту антиписку и так далее, пожалуйста, сделайте режим не беспокоить. Я не могу играть на моём основном аккаунте, потому что там очень много сообщений, и я после каждой катки вылетаю. Пожалуйста, я вас очень прошу, прислушивайтесь к мнению вашего же комьюнити. Мы очень сильно просим, пожалуйста, ребят, добавьте режим не беспокоить и сделайте нормальный античит. И всё. Ну, а дальше самое печальное, то что фикс надо ждать. Сколько его ждать, никто не знает. Может быть, они это исправят через два дня. А может быть, спустя неделю. А может быть, спустя месяц. И я прекрасно понимаю, что я не смогу стримить. И я решил пойти на контакт с самим создателем читов. Ну, а прямо сейчас вы, ребята, просто будете в шоке, потому что создатель читов это бывший разработчик. И капец, как это было обидно. Обидно то, что такой хороший здравомышлящий программист занимается такими вот вещами. Но я скажу так, это личное дело, и я скажу даже более. Я считаю то, что это проблема игры. Потому что эта игра допустила данную уязвимость. И я лично, и тик-так, и веля, и другие ютуберы на это уязвимость тыкали. Говорили, пожалуйста, добавьте режим, не беспокоить. Мы об этом упоминали неоднократно. То есть, при помощи данного чита вы сможете положить стрим совершенно любого стримера. И, честно говоря, это очень прискорбно. Потому что я считаю, такого не должно быть. И я очень надеюсь, что в ближайшее время все это пофиксят. И именно создателю чита я хочу сказать респект. Спасибо большое, что он оказался адекватным парнем. И все люди, у которых были читы, на удивление тоже казались адекватными. То есть, я думал, что они сейчас скажут, да нет, да иди ты в задницу. Мы ненавидим стендов, мы хотим его заруинить. Они говорят, извини. Вот мне пишет создатель чита. Извини, это делали мои люди. Я этого не хотел. На этом этапе у меня возникло два вопроса. А зачем было вообще его создавать? Также еще второй вопрос. А зачем мне предлагать античит против этого чита на платной основе? То есть, мне действительно предложили заплатить деньги против этого чита. То есть, создатель чита мне предложил сделать античит против этого чита. Я, конечно, вообще проорал. Я надеюсь, что это была шутка. Ну, а прямо сейчас, буквально одну минутку назад, мне отписал этот же самый создатель чита. И говорит, извини еще раз. Это реально были мои люди. И они реально таким занимались. И, честно говоря, блин. Приятно, что есть обратная связь со всех сторон. Со стороны разработчиков. Со стороны создателя чита. И со стороны вас, комьюнити. Ребят, чтобы вы понимали, это обычный спам пакет. Ничего сверхсложного и сверхтяжелого в этом нет. По сути, любой программист смог бы, ну, плюс-минус любой программист смог бы это написать. Для меня непонятнее всего. Почему надо доводить ситуацию до такого абсурда. И только после этого начинать что-либо делать. Почему разработчики не могли сразу учесть мнение ютуберов? Вы понимаете, что если меня на 3000 онлайна уложат стрим. То, ну, как минимум, человек 300 подумают. Да, блин, да эта игра какое-то дерьмо. Если ее может любой так школьник положить при помощи какого-то софта. А данный софт, я думаю, не так-то и сложно можно будет найти. Его можно будет просто элементарно купить. Просто представьте себя на моем месте. Вы, блин, сидите, играете в игру. Никого не трогаете. И тут какой-то школьник, который купил программу. Ну, допустим, какой-то школьник, который может купить реально потенциально эту программу. Берет и ложит в ваш стрим и такой. Ахаха, Кент, ну ты и нуб. Плати мне деньги и не буду дудосить. Ребята, ну, надо с этим разбираться. Надо это максимально срочно фиксить. Нам очень сильно повезло то, что создатель щита максимально адекватный и коммуникабельный человек. Он мне даже лично написал. Говорит, Кентуха, идем, короче, в Дискорд. Я тебе помогу настроить античит против этой программы. Вот, просто это повезло. Если бы не так, все, каждый стрим бы лежал у всех стримеров. Вы понимаете? Все сказанное ранее, я говорю всего лишь по одной причине. Потому что я люблю эту игру. Как бы это банально не звучало, но я люблю стендов. И мне нравится эта игра. Она реально обалденная. Она реально классная. Она реально балдежная. И я хочу, чтобы стендов не умирал. Прямо сейчас я вижу, что стендов реально хромает. И я хочу сказать, чтобы он встал так на обе ноги. И, не знаю, побежал, блин, быстрее, чем я. Поэтому я очень надеюсь, что будет какая-либо обратная связь. Хоть от кого-то. Ну, хотя, может быть, все просто заигнорят. Но тогда хотя бы вы, мои уважаемые подписчики, напишите в комментариях ваше мнение по поводу всей этой ситуации. Некоторые ютуберы и некоторая часть людей говорят, что у нас плохое комьюнити. Я не соглашусь. Я хочу даже записать отдельное видео. Знаете почему? Потому что я люблю наше комьюнити. Оно обалденькое крутое. Я могу с вами и пророфлить. Вы можете меня и поддержать. Вы можете дать какой-то совет. У нас обалденная комьюнити. И я лично от него просто кайфую. И честно говоря, если меня смотрит кто-то с разработчиков. Вот именно тот человек, которому не все равно игру. Тот, который видит в ней будущий потенциал. Не только надо было от новой коллекции скины, чтобы школьники покупали. А тот человек, который хочет именно видеть душу стендоффа. Так вот, я обращаюсь именно к тебе. Пожалуйста, если ты меня смотришь, отпиши мне в ВК. Я могу тебе дать парочку советов. Да, они будут банальны. Тем не менее, если я тебе скажу эти советы. Если вы их будете использовать. Я вам гарантирую, что игра станет на 2 уровня выше. Да даже если вы читеров просто пофиксите. Уже игра станет на голову выше, чем была до этого. Так, подчеркнуть. Щит меня немножко не туда понесло. Если вкратце, читы зло. Разработчики топ. Пожалуйста, делайте фикс. И все будет у нас хорошо. Ну, а с вами, ребятки, был ваш Кент и ПК. Вот обязательно под этим видео напишите ваше мнение. Ладно, любое другое. Но именно под этим видео напишите ваше мнение. Также поставьте лайк, если вы со мной согласны. Ну, а с вами был ваш Кентуха. Всем удачи. Всем пока.